девчонки и ребята всем привет кривый репортаж из корневаш шаловливая бабка едет в гости к внучке бабка везет авокадо и манго авокадо пробовали давать нормально аллергии нет вроде как нравится сейчас манго дадим если дочка разрешит она говорит что врачи советуют сезонные фрукты и овощи из рук овощей только свекла которые на складах лежит свекла свекла торт творог чаще везу пару книжечек фикс прайсе кстати есть очень даже приличные полиграфические издания за 300 рублей можно купить хорошие плотно из хорошего из хорошей бумаги детские книжки вот сейчас еще зайдем для сравнения посмотрим мы хотели пару книжечек девчонки купить на вырос читать сказки читай город еще какой-то там книжный хороший магазин торговом центре кофе попьем хочется хорошего кофейку марика пока занимается с младшим сынишкой они поехали в институте а мы детский сад устроим походим в магазин чуть хорошенько и по-корбому ночью прижимать погоды видишь ветер и плоско за линию москву и мало себя на мысли что у нас очень серая зима серая как это прям депрессивная зима и мне кажется самые яркие точки это вот видите там далеке только реклама наверное вот смотрите как все выглядит когда нет солнца вокруг да вот поэтому прекрасно понимаю людей которые из южных регионов они чаще улыбаются солнышко потому что потому что и теплее и солнече и небо наверное более чистое ясное голубое это вот типичная зима и москва подмосковью вот у нас всегда так да и северных регионах солнце наверное все-таки меньше по продолжительности но но ярче она все-таки есть у нас по крайней мере видите вот облака все затянуто облаками а там хотя бы вот нет облаков наверное так предполагаю вот думаю так такое ощущение что снежный покров не меньше метра кстати вот вот этого тропинка знаешь а вот влево вправо посмотришь ощущение топе складывается знаешь почему потому что мы вчера шли с марикой с работы и она буквально вот такой такой знаешь вот сторону вот так вот наступила и провалилась более чем по колено но наверное мне кажется ну на 50 сантиметров точно от тропы вот чуть отошла и провалился а вот дальше в поле еще глубже будет сейчас весной у нас вот это вот наша спасительная тропинка вся размокнет растает и придется нам ходить в обход он там видишь где здание вот школы частная школа дорогая ну примерно минута но наш путь от автобусной остановки до дома минут на 15 увеличится вот а пока ходим вот так сокращаем себе путь девчата забыла еще сказать вам что хочу порекомендовать вам фильм называется теща с харламовым из гузеевой вчера начали смотреть но спать еще не хотели посмотрели буквально 15 минут девчат зашло если вам больше 40 вы поймете прикол такой интерьер домашний типа ковры хрусталь стенка но в общем бытовые ситуации такие ну ржачные в общем посмотрите мне понравился логой милый знаешь юмор такой вот как мы любим такой остренький и продолжаем вести богинный образ жизни у нас тут кофе с грецким орехом из богатой кофейни и дочка сказала называется бургер клап какой-то ну типа бокс котлета какой-то бик мак из совершенно другой сети общепита не макдональдс ничего в общем решили взять картошку решили взять бургер кин не бургер кинка бургер клап счет составила если интересно и сколько я без очков не вижу нифига сколько стоит для картошки 4 соуса 2 мелки с котлетами большие ну примерно так же как макдональдс сейчас попробуем когда скажем в этот с малышкой общего сидим сидим и наслаждаемся жизнью вот так это выглядит вот такой большой бургер с говядиной картошка ну и соус сижу ем картошку картошка вкусная дочке тоже понравилось горит хорошая картошка сейчас покажу коколочку смотри какая рядом малышка вот иногда можно себе позволить такое мы раз в неделю с удовольствием позволяем с хорошим кофе почему-то это сочетание прям не нравится народу много люди гуляют выходной день но знаете девчат как было дочка была помочь и мы ходили тоже в этот торговый центр и макдональдс ходили не было до до ремонта некуда было сесть абсолютно и как только мы находили места вокруг нас на удивление быстро все рассасывались мы просто вот никого народу нет но и клашу шутка была может мы воняем что вокруг нас разбегаются это правда почему-то раз-раз и нет никого по поводу кофе по поводу кофе не знаю дорого или дешево со скидкой у нас взяться скидка 10 процентов на эту кофейню около 500 рублей 2 стаканчика кофе это за два 2 по 0 3 бургер еще не пробовал но они прямо огромная прям песня какая-то картошечка прям вот дома так не сделаешь ну либо надо фритюрницу масло расхода и вредно ну все что картошку ешь постоянно уже там жиров сколько ну и пробулку с котлеткой вот такая вся полно места прям вот полно сейчас скажу что на вкус пахнет прям хорошо прям говядиной так просто не укусишь соусу достаточно но не жирно могу точно сказать она вкуснее чем макдональдс и но мне больше понравилось да вот она прям мясо мясо вкусная пулочка нормально потянет дочка рассказывает такую историю что ей приснился она заснула и приснился как будто она варила борщ и этот борщ украли цыганям я говорю залезь в сонник ну посмотри что там пишет она говорит что нет такого кроме нее такой никому не снился я беру это судьба надо это больше варить прям такой да весной ну ну реально намного вкуснее да пожалуй вкуснее всех бургеров которые я ела что в ресторан вместо макдональдса будем ходить в бургер клад называется прям шикарно в спортмастере купила вот такую шапочку дэмикс очень приятненько как раз вот под эту же курточку вот померила с помпончиком очень весело поднимает настроение а сейчас мы идем в книжный магазин читай город хотим малышке выбрать какие-нибудь детские книжки вот смотрим книги ну это такая наверное женская полочка потому что здесь смотри как к себе нежно ценить и любить себя вот все закончится а ты нет у меня сейчас дочка вот такую книжку смотрела просто посмотрела не знаю что тут ну-ка дай посмотрим кстати большая книга божественной женщины ой 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 это психолог да он инфо цыган а вот да и у карнеги это хорошая книжка это прям классика еще тут есть один из моих любимых фантастов глуховский вот метро смотри трилогия все читала все три книги дай посмотрим сколько стоит вот цена очень красивое издание вообще сейчас полиграфия у нас красивая вот будущее к сожалению не читала но вот дочка читала она покупала в электронном виде книжки и смотри какая-то книга пост вышла тоже не читал надо поискать в интернете а так то стоят книги вот ну средняя цена за хорошую книгу начинается от 1000 рублей но ребята это бумага это полиграфия и мой любимый стивен кинг вот все что здесь есть все я читала цена за книгу ой обожаю книжные магазины своя особая атмосфера тармашев отличный фантаст слушал аудиокниги о чем знание у нас вот там две толстенных книги это вот по воспитанию детей у меня дочка взяла и смотри какой симпатичный пакет здесь живут книги пакет стоит десяточку книги две с половиной тысячи за две ну ребят ну это да я считаю вот на это не жалко если есть деньги лучше купить вот это правда книги ну вот еду домой уже вечер 6 вечера сейчас что-нибудь похож на приготовлю дома у меня баклажаны с чесночком сейчас сделаю с сметанкой авокадо есть ой милое дело овощный ужин будет иду домой а знаешь меня просто вот как-то накрывает что-то вот как мешком пыльным по голове давление что ли атмосфера нафиг его знает ну старость не радуется короче вот но хотя и в сми говорили и читал я об этом что вот эта неделя она будет очень ну начиная с выходных и дальше будет очень неприятно для метеозависимых людей это как раз мой вариант вот с утра ничего ну что рассмотри как я на допинге с утра я просто дома две чашки кофе с дочкой поехали ну вернее пошли в торговый центр там еще кофе и сейчас видимо вот отпустила и прям вот накрывает вот я возвращаюсь домой первая марика еще вот мальчишку провожает домой в брянск вот еще не не приехала будет часа на два позже у меня какое есть время у меня есть время принять горячую ванну привести себя в порядок в плане в плане того что девчата просто хочу себе у меня знаешь у меня дома мята ромашка я сейчас знаешь что сделаю я сейчас себе заварю мяту ромашку добавлю в ванной пену вот это все успокаивающие травки вот поваляюсь в ванной хотя бы минут 40 какую-нибудь мусочку приятную включу порелаксирую потом пожарю на сковородочке баклажаны с чесночком добавлю туда тертый сыр сметанку это так вкусно будет я уверена что это будет вкусно а завтра сагитирую марику съездить на оптовый рынок в мытище дядь москвич живет дорого богат и в общем он купил упаковку лангустин за 2 200 большую ну это вот эти вот супер большие креветки и он меня что-то так соблазнил этим так сагитировал они еще не пробовали я ему говорю если у тебя поноса не будет парочку отвори если у тебя поноса не будет я тоже куплю он ржет говорит ну правильно своих то не жалко вот если будет все вкусненько то да че то завтра поедем да купим еще корнюшончики хотела взять вот этих цыплят маленьких штучки 3 что-нибудь сварю супчик хочу сварить с корнюшончиком такой знаешь лапшичка классическая с морковкой с лучком и куриный бульончик ну и лапша да это вкусно вкусно диетически и очень давно просто обычный куриный суп не ела что захотелось вот такие новости дела прекрасный отличный день в семейном кругу подошел к концу почти вот уже вечер сейчас покажу наш красивый квартал и будем жить дальше кривой репортаж был с вами пока 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 Продолжение следует...